Добрый день! Сегодня мы будем готовить итальянское блюдо паста карбонаро. Классический карбонаро состоит из гуанчелли, пармезана, пекорино и яиц. Но мы сегодня будем готовить карбонаро с немецким акцентом. Для этого мы возьмем спагетти, сливки, яйца, немного лука шарлот и, конечно, ветчину. Это шварцвальдешинкин, такая знаменитая немецкая ветчина. Для начала мы кипятим воду. Пока вода закипает, мы можем нарезать лук шарлот. Режем его мелкими кубиками. Ветчину мы нарезаем полосками. Чем тоньше, тем лучше. Вода уже почти закипела, мы ее подсаливаем. Можем приступить к приготовлению соуса. Включаем сковородку и даем ей немного нагреться. Но не раскаливаем ее, потому что мы будем обжаривать на сливочном масле, чтобы масло не сгорело. Приблизительно 50 грамм масла. Сковородка уже достаточно разогрелась, мы кладем туда масло. И до золотистого состояния обжариваем лук. А потом выкладываем ветчину. Вода у нас уже закипела, мы можем варить спагетти. Спагетти, заметьте, мы не ломаем. Как только вода закипела, мы варим спагетти 5-7 минут. Но мы будем готовить спагетти немножечко аль денте, потому что они у нас будут доготавливаться в соусе. Вот ветчину мы уже обжарили и вливаем сливки. Слегка увариваем сливки, они должны немножко выкипеть и загустеть. Пробуем спагетти. Надо еще дать пару минут. Состояние аль денте это когда паста внутри слегка сыровата, а сверху она уже готова. Ну в принципе да, все уже готовы. Я сразу перекладываю и даем спагетти немного провариться в соусе. Тем временем я отделяю белки от желтков. Спагетти снимаем и добавляем в них желтки и быстро-быстро перемешиваем. Тогда у нас получится кремовый вкус. Готовую пасту карбонара мы выкладываем в тарелку. Посыпаем сверху перцем грубого помола и украшаем руколой. Сделаю такие кругляшки. И сразу подаем к столу. Желаю вам приятного аппетита!